Спать под скамейкой, как у Бога за пазухой. Смотрел из суда или из Путина? Я смотрел кусками. У вас невозможно, как это можно одновременно жить и смотреть непрерывно часами трансляцию. Я кусочки смотрел немножко оттуда, немножко оттуда. Смотри, что этот человек коробку отдал, а в поезд не садится. Теперь его все уходит. Наверное, посылку передать надо. Вот он спроводнился и договорился. Не нравится мне это. Может, кто-то сообщит, куда следует. Пока поезд не бронулся. Думаешь, должны? Должны. Тебе дизель. Сотрудникам по разделению транспортной безопасности важна ваша информация. На суде тоже не особо больших новостей. Спасибо. Программа развития компании «Ситилизм». Спонсор выпуска ООО «Изкая столица» представляет жилый квартал бизнес-класса «Скайфорд». Радио «Эхо Москвы» и компания «Артериай» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость сегодня – пролетолог Глеб Павловский. Здрасте, Глеб Олегович. Здрасте. Первый вопрос. Считаете ли вы дело Киров-Леса политическим? Ну, очевидно. Считаете? Да. Почему вы так считаете? Прежде всего, потому что Следственный комитет это сам подчеркнул. Для тех, кто не понимал, он сообщил, что если бы Навальный сидел тихо, то им бы никто не занялся. Свин Маркин для этого и существует, чтобы объяснять мотивы. Он объяснил мотивы, а не политические. Можно сказать, что президент этого не заметил. Ну, президент же не слушает Маркин. Понятно. Хорошо. Но, тем не менее, у нас сегодня было две таких... Но президент строго указал в прокуратуре. Да. Да. Совершенно верно. Сегодня была трансляция и суда по Киров-Лесу, и трансляция, соответственно, вопросов и ответов президента. Как всегда, рекордная. Уже некоторые подсчитали, что если еще 12 лет оставаться у власти, то до 10 с лишним часов можно довести выступление, общение президента с народом. К вам тут такой вопрос интересный пришел. Причем из впадины. Вот так человек подписывается. Это не ваше ли изобретение устраивать вселенское шоу с вопросами президента, ответами и приветами народу? Технологически. Технологически это было коллективное изобретение. Так что каждый в этом коллективе может претендовать на исключительное авторство. На самом деле, это был коллективный мозговой штурм уже, бог знает, какого забытого года. Как говорится, до военных времен. Ну, скажите, тогда, до войны, какая задача была у такого общения президента с народом? Была задача восстановить элементарное общение президента с населением, которое не было. Борис Николаевич был, в общем, не очень в состоянии его вести. И был дефицит, был спрос. Потом был спрос на нового Путина. Это Путин же был новостью, большой новостью. И все, как бы, хотели больше. Хотели больше. Это было, это хорошо, очень было принято, хорошо работало. Ну, конечно, такие уже и все идет к такому формату, все более длинному таких, есть такие спектакли, да, по 6-8 часов. Да, какие-нибудь греческие трагедии, хорошо. Да, греческие трагедии, да, значит, «Берег утопии», вот так ты идешь в театр на целый день. Страна на целый день пошла в театр. Скажите, сейчас имеет смысл такая встреча? Практически для власти. Думаю, да. Думаю, да. Вообще ее ждали. Потому что год ушел на создание атмосферы тотальной неопределенности, что, собственно говоря, власть будет делать, что она хочет вообще на самом деле. И, я думаю, не только простой люд, как выразилась госпожа Сиптель, настоящий герой нашего времени, она сказала, инженеры и фельдшеры. Так вот, не только инженеры и фельдшеры, значит, слушали эту лекцию, а, так сказать, бизнесмены, я думаю, тоже. Но получили ли они для себя ясные сигналы, сомневаюсь. Давайте, о сигналах, которые получил человек, уж разбирающийся в таких вещах, Глеб Павловский. Я где-то посередине между инженером и фельдшером. Может, вы рабочая кубочка, на которой все держится, как нам объяснил президент. Да, когда работаешь чертовски, хочется, так сказать, бросить все и пойти посидеть часа четыре у телевизора, это естественно. Это было интересно. Это был великолепный троллинг. Я наслаждался. Ну, а кто был главный тролль? Как бы главный жирный тролль? Ну, конечно, понятно. Был неназываемый тролль, которого, кстати, Путин, по-моему, и не назвал. Я, может быть, что-то пропустил, но за четыре часа я не слышал фамилию Медведева. Кстати, да. Вот. Просто ее не было. Нет такого человека. А вот о Березовском много, много Путин поговорил с чувством, между прочим. Кудрин, сачок. Кудрин, но Медведева нет, нет такого лица, а есть некое правительство, которое ничего не умеет делать. Ничего не может, ни что не способно, и как бы, что подчеркивается в каждом... Ну, Кудрин от себя, это еще здесь еще добавил, но это естественно, он право имеет. Он мстит. А, конечно, это было несколько странно. Троллинг это такая вещь, которой занимаются, либо когда сачкует просто, либо вернувшись с работы. Но все же не вместо. Не вместо нее. Проблема в том, что если правительство у нас нам нужно как объект для троллинга, то тогда у нас вообще гениальные идут дела. Страна управляется сама собой, но, может быть, еще немножко бы Стрекином. И тогда действительно будем троллить друг друга. Просто люди уже могут себе позволить развлекаться, потому что все хорошо. Да, это поразительно. Это так диссонирует с темой, которая у Путина тоже есть, и в которой он совершенно прав, что мы находимся в эпицентре, на самом деле, серьезного кризиса. Экономического, мирового, который не закончился, и который имеет большие шансы действительно перейти в военный формат. И что вот, и в этой ситуации мы, так сказать, присели на завалинку и начали троллить правительство. То есть, что это такое? Это сигнал всем, всем просто по всей вертикали власти, правительству не надо слушать. Не надо обращать на него внимание. Ну, есть такое правительство, там, значит, делает... Ну, это жуткий сигнал. А он не жуткий, но просто... Ну, для нас, во всяком случае, для людей, которые живут в этой стране, это опасно. Если вы либерал, вы получите возможность убедиться в правоте, проверить либеральный тезис, может ли существовать общество без правительства. Если у неолибералов есть такой тезис, что идеальное общество, нам правительство вообще не нужно. Может быть, мы уже идеальное общество? Очень может быть. Мы продолжим об идеальном обществе. Это особое мнение Глеба Павловского. Меня зовут Ольга Журавлёва. Никуда не уходите, мы скоро вернёмся. Реклама. Так. Хорошо. Тут как раз об этом много интересного было написано. Где? У нас слушатели тут написали свои истории. От того, как действует история справедливость. 2 0 88. 8 800 500. Ровно 2 0 88. Акция проводится до 31 мая 2013 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения, можно узнать на сайте www.roscredit.ru. Его выступает Андрей. Получит только как раз. В смысле, Дмитрий, а в какую году? Сегодня ровно это было. Как ваше общество. Я не расслышал. Отчество еще. Это, кстати, догонка вот к той Маше. Которая сказала «да в оба». Да, да, да. Но здесь никто так не решил соответствовать. Нет, но, видимо, все-таки тот сигнал до него дошел, когда она так среагировала, видимо, что-то зацепило. Да, нет. Корректировки внесены. Но вообще у меня ощущение полной стабильности. Ну... У Роканов все так же о развитии Венедикта, все так же о Сталине, Путин все так же освоил. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость – политолог Глеб Павловский. И Глеб Олегович перед перерывом сказал о том, что вот сейчас у нас есть возможность проверить, не живем ли мы уже в идеальном либеральном обществе, обществе, которое прекрасно существует без правительства. Но мы знаем, что оно не очень прекрасно существует, а насчет без правительства – это близко к истине, судя по всему. Смотрите, какую интересную историю в своей армейской практике рассказал наш слушатель Рашид Кадыров. Когда я был ротным, был такой случай. Ко мне обратился рядовой с просьбой пойти в увольнение. При старом ротном это было в порядке вещей. Я же отправила его к командиру отделения, так как по уставу он разрешает увольнение. Я жестко добивался именно уставного порядка, и в конце концов рота стала лучшей в дивизии. Это я к чему? Если бабушка по поводу текущей крыши обращается к президенту, и президент решает ее проблему, вместо того, чтобы поставить на место и заставить работать мелких начальников, он тем самым подтверждает, что он создал такую систему, когда мелкие начальники взвалили не его в свою работу, когда все должно быть наоборот. То есть он не лучший, ротный. Простой и логичный вывод человека из своего жизненного опыта. Правильный вывод? Ну, этот вывод совершенно правильный. На это Путин может сказать, ну, я вообще не ротный. Вообще-то говоря, он, кстати, как раз в этой линии впервые в такой развернутой форме воспел ручное управление. Он просто прямо говорил, да, что сам ручками не соединишь, одних с другими ничего не будет. Правда, он при этом не дало упомянуть, что это правительство, да, вот если вот как-то их не пнешь лишний раз, то ничего и не будет. То есть такой метод. Ну, есть, тоже есть молодцы. Вот там, молодец, он сказал Павел Захарченко. Молодец, я просто такой мем, молодец Павел Захарченко. Я хожу целый день и говорю, молодец Павел Захарченко. Не знаю, кто это, какой-то неизвестный солдат путинского большинства, то ли фельдшер, то ли инженер, который, видимо, молодец. Значит, смотрите, на них, на молодцах стоит страна, так, может быть, нам и родный не нужен. То есть вы дальше как бы выстраиваете эту логическую последовательность. Вы понимаете, смотрите, да, смотрите. Но есть где-то, осталось в стране, одна-две крыши, которые текут. Детская площадка для многодетной семьи требуется, вот я заметила. Да, бывает. Путин должен этим заняться. Бывает, бывает, бывает. Но это, ну, бывают вот это отдельные недоработки. И опять-таки надо еще проверить, может быть, было поручение президента правительству по этой детской площадке, оно не выполнено, я не исключаю. А почему Путин не предал властности письма Березовского? Слишком лично, предполагает Димон? Ну, слава богу, что он не предал, потому что, я думаю, это был бы уже какой-то совершенный стиль макабр, если бы на прямой линии стали зачитывать, значит, письма от покойного, значит, и мы их начали обсуждать. Ну, может, было раньше время было. Вот. Потом, ну, вообще-то говоря, я не знаю. Это, видимо, частные были письма. И потом, вы знаете, здесь воображение, ведь оно додумает остальное. Ведь если ты не видишь текста, то ты можешь представить бог знает что. Ну, вы-то считаете, что текст был? Я думаю, да. С тем содержанием, о котором говорят? Примерно, я думаю, да. Я, ну, знаете, в таких вещах, в письмах очень много, в нюансах, как это написано, в какие слова. Я вообще, честно говоря, не хотел бы обсуждать вообще невиданные мною письма покойного Березовского. Но у Путина, кстати, было, такой вот голос стал прочувствованный, когда он об этом говорил. Было заметно изменилось, да, заметно изменился голос. И это, видимо, действительно что-то личное. Я напомню, что вот эта встреча опять рекордно длилась пять почти часов. И кое-кто слушал еще внимательнее, чем вы. Владимир из Петербурга говорит, что Медведева Путину помянул, когда говорил о Сколково. Вообще сейчас эта тема достаточно нутная. Я так сказала, Сколково, она тоже, в общем, своего рода троллевая. Да, ну, Сколково, да, Сколково, конечно, по способу организации проекта, проект был, конечно, очень уязвим, полностью висел на, так сказать, тогдашнем руководстве, которое относилось к этому, конечно, я думаю, чрезмерно, неформально. Но Путин ведь это тоже простил, он сказал, что, вы понимаете, это же так, создание такой площадки, что, ну, там, чтобы так вот люди себя чувствовали там вольготно, значит. В общем, понимаете, это ведь старая игра. Путин играет в самого здравомыслящего человека в стране. Он очень здравомыслящий человек, но он при этом умеет этим в это играть, и когда, как настоящий артист. То есть вы воспринимаете этого артиста как человека, который себя полностью контролирует? Вот он, сидя пять часов в прямом эфире, не проговаривается? Ну, как нет. Вы знаете, настоящий, любой, даже гениальный артист в своей игре все равно проговаривается, что-то рассказывает и о себе. Что для вас было таким вот проговором? Ну, очевидно, что в начале, вообще, начало было великолепно. По темпоритму, значит, первые полчаса были замечательные, и Путин так вложился в это, что потом он, по-моему, немножко потерял интерес и просел сильно к середине. Драматургия. Да, ему стало просто скучновато. Это было заметно, и он уже особо не баловал какими-то такими новостями, ну, кроме того, чтобы жабры не раздувать. Ну, жабры, конечно, мы запишем. Это как отлезть в граните. Да, жабры, жабры не раздувать, и действительно, действительно, я думаю, что сигнал всем не раздувать жабры. Вы объясните, пожалуйста, у меня такой чисто человек... Правда, дышать трудно, когда, если ты живешь под водой, не раздувая жабры, это уже... А теперь, ведь мы должны показать, прижми жабры поплотнее. У меня такой вот чисто человеческий вопрос возникает, эмоциональный. Откуда вот эти постоянные... Не оставляет он эту тему, как мне кажется? Вот зачем колхозника было троллить? Вот насчет того, что вы вообще в курсе в своем колхозе, что Ленин умер? И таких вот фраз, в том числе, к Александру Андреевичу Проханову. А как вы отличаете жен от любовниц, ха-ха-ха? Вот это вот. Это вот для как... Что это несет для политтехнологии? Это очень просто. Нет, никуда здесь нет политтехнологии. Человек, который, как Путин, читает так много конфиденциальной информации обо всех, кто присутствует в зале, ему трудно удержаться. Понимаете? Он смотрит на человека и видит как бы папочку, которую он вчера читал, о нем, значит, его просто распирает веселье, я бы сказал, такое своеобразное. Да. А, то есть он просто представляет себе своих учеников гулами и страшно... Да, он видит их, да, ему трудно делать вид, что они одеты. Понимаете? Ну, я думаю, что с председателем колхоза это вряд ли. Кстати, здесь очень человеческий момент. Очень человеческий момент. Путин явно, страшно устал от одних и тех же лиц вокруг себя и на расстоянии. А кто это сделал? Нет, подождите, человек устает сам. Это все-таки не проект, не спецпроект и не пиар. Он встал, это видно, и он хочет чего-то нового. Поэтому вот он такую, одобрил такую новую драматургию. Это же драматургия. Отсюда такие постоянные призывы. И не век-то он чуть бы не посадил в середину между двумя казаками. Слава Богу, посадил сбоку, а мог ведь посадить в середину. Это было бы замечательно. Я не знаю, что было бы казаками. Кстати, это еще большой вопрос, кому повезло в этой ситуации. Ну, Глеб Олегович, вы же понимаете. Я понимаю. Тут вопрос... Ну, это тоже троллинг. Ну, да, да, своего рода. Если ему скучно, если, как вы говорите, одни и те же лица надоели, то зачем все-таки в вопросе Венедиктова содержалось зерно? Вполне определенное. Да. Что же вы давите-то так, Владимир Владимирович? Что вас беспокоит? Вопрос-то был об этом. Ответ был тоже, на самом деле, если вот все это ужать, это можно ужать в полфразы. Да не так уж я и давлю вас. Как бы намекая, что могу больше. Да, конечно. Ну, какой же, где же давлю? Это уже там, ну, 37-й год, это что, значит, там, лагерят, ночные звонки, ничего же этого нет. Вот посадил рядом с казаками, ну, и все, выйдете же потом. Не под конвоем казаков, а ножками. Вы знаете, вот еще один вопрос, достаточно личный рептилоид, подписывается наш слушатель. Зная вас как главного бывшего кремлевского ботаника-селекционера, это, да, шпильку вы приняли, объясните, пожалуйста, мне, почему наша виртуозная политтехнология 90-х нулевых скатилась в такое печальное состояние? Где люди, которые создавали генерала Лебедя? Где люди, которые мутили компанию голосу и сердцем? Почему сейчас я вынужден наблюдать эти безумные газдурные законы, болотное дело и абсурдное дело Навального? Зритель протестует, ему тоже надоело. Да, зритель протестует. И Владимир Владимирович Путин тоже протестует как зритель самого себя. Ну, а вы можете объяснить, куда делись технологиями? Ну, понимаете, технологии существуют для того, чтобы продвигать политику, да, которая как-то продумана, да, есть в голове, хорошо или плохо, но она может оформить то, что есть. Упаковка может, конечно, изобразить нечто отсутствующее, как фантик, да, который идиоты дают детям, значит, от конфеты, без конфеты. Но, понимаете, вот мы все чаще имеем дело с фантиками. А политика где? Прекрасно, там, замечательно, вот посадили этого, того, 20 человек. Ну, это, там, все кричат, да, все в ужасе, сталинизм, тирания, но нет, ведь нет ничего, нет, сталинизма тоже, к счастью, нет, но и остального тоже нет. А есть какая-то игра со страной. Вот такая игра со страной, которая должна, ведь она умножается, она же транслируется через все каналы, это же не прячут, это наоборот, демонстрируют. Сообщают, вот сейчас, зачем, так сказать, сообщать. В старые времена, я вам скажу, когда я был в Кремле, ну, явно не пришло бы в голову, наверное, сообщать, вот только что сообщили, что в бюллетенях будут, это вообще такого даже, по-моему, в мире нет нигде и не было никогда в истории. Значит, те партии, которые уже в Думе, они будут печататься другим шрифтом и быть сверху, а остальные все внизу, мелким, восьмым кеглем. Может, просто же картинки тогда называются? Это же даже весело, понимаете, этого... Обхакуешься? Да, ну, понимаете, это говорит о том, что люди, то ли им скучно, они развлекаются таким образом, то ли они считают, потеряли ощущение пределов и считают, что можно все. Путин, наверное, не потерял полностью это ощущение. Вы так думаете? Да, я думаю, что он не потерял, но он живет глубоко внутри самого себя и тяготится просто, вот тяготится, явно совершенно демонстрирует даже, что, значит, вот, а пошел бы ты, вот, глядя на своих ближайших сотрудников, а они, видимо, он тонко троллит. На самом деле он все еще гуманно обращается. Тут кто-то написал, как вы оценили эту смешную шутку насчет того, что преемника выберет народ? Это шутка была? Ну, какой народ? А, то есть, может быть, о каком-то конкретном народе? Да, я вот это просто тут... Это же обращено к народу, о котором рассказал госпроситель, то есть это инженеры и фельдшеры. Вот инженеры и фельдшеры, значит, видимо, выдвинут... Почему фельдшеры, я даже не понимаю. Видимо, это как-то особая... Тяжелая, между прочим, работа, особенно в сельской местности. Да, работа особая, конечно. И очень ответственная. Вот, так что можно приступить, я думаю, к выборам, к отбору, к кастингу. Время немного. Отдвигать уже можно. Время немного, да. Юрий из Нижнего Новгорода интересуется испытывать или вы чувство вины за то, что вы когда-то на центральном телеканале внушали телезрителям, какую гениальную политику реализует Путин? Вот за телепрограмму, да. Да, 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 это да. Это было, в общем, неприятно. Мне вспомнить неприятно. Я, правда, не видел. Вот единственное, что меня спасает, что я не видел ни одной своей передачи, я их не смотрел. Но по-прежнему ко мне подходят... Вот, кстати, только что в гастрономии здесь подходили, значит, я пил кофе. Мне сказали, смотрю вашу передачу каждую субботу, смотрю вашу передачу. Это значит, что где-то есть какое-то демоническое, существует в голове, сохранилось вот демоническое кино, где демонический Павловский продолжает вести программу «Реальная политика». Это страшно, это, конечно, моя вина. Это Глеб Павловский со своим особым мнением никуда не уходить, и мы скоро вернемся. В этом смысле завидую некоторым людям, которые могут отключиться. Ну, отключиться с прошлого нельзя. Можно просто на него холодно взглянуть. Не торопитесь к тому возрасту, когда начинаешь холодно глядеть. Что-то написал, по-моему, Василий Головневцев или написал в фейсбуке. Ах, все-таки не бросили на стрелецкие пики Ливанова. Ах, какая досада! Ну, честно, я не ожидал, что кого-то бросил. Ну, я думаю, что это нет. Это же очень удобно. Всегда было несколько таких человек, которые всегда ждут. Да, их можно бросить вообще любого, а вот некоторые их ждут. Андрей Горобьев лидирует... Ну, да, как Зурабов был. Ну, у нас там был. Ну, у нас Зурабов был. Зурабов уже... Кто сейчас помнит Зурабова, да? Кто... Нет, в качестве демона. Да, вот-вот, наверное, по ночам. В Москве, ближайшей ночью 1-3 градуса, завтра днем 11-13, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». Возможно ли в России начать массово культивировать вести гедонизму, тем самым создавать новое общественное отношение к жизни, любви, уважению личного выбора, к революции, к реальной демократии? И постепенный рост уровня жизни неизбежно приведет к россиянам, если не с тобой засматривать. Философский вопрос, на что проще? Ну, философский такой, по-моему, а что, разве нет? По-моему, я так вижу... Нет, я просто наблюдаю миллионы таких своеобразных гедонистов, конечно. У нас гедонизм очень распространен. Очень. Я думаю, больше, чем где-либо. Трудно даже сравнить. Культа труда у нас нет начисто. Это правда. В обоих поселках действуют особые условия покупки. Верхмаде 50% рассрочка до 6 месяцев до 1 года. Рассрочку предоставляет ОАО АПИМ. Код города 495-221-0011. Радио Москвы и компания РТВА представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях Глеб Павловский. Не забывайте, что наш номер плюс 7-9-8-5-9-70-45-45. И вот, кстати, от Евгении уже пришел такой вопрос по поводу предыдущих ваших высказываний. Глеб Олегович, вы больше так не будете. Про вину вашу многие вспомнили. Не только про передачу. Сожалеете ли вы о том, пишет Сандра, что бесчестными манипуляциями и черными политтехнологиями привели во власть Путина и помогли ему укрепиться? Вы считаете, что вы помогли укрепиться Путину? Ну, я думаю, что да. Это была командная работа, но я ни с кого не недооцениваю свой вклад в это. И, кстати, не жалею. Я жалею о другом. Я жалею о том, что Владимир Владимирович, по-моему, сейчас плохо обращается с собачкой. С собачкой власть. Он как бы с ней жестоко ведет себя. А так... Но власть, простите меня, она отпечатывается у нас на спине. Да, ну... У нас лежало? Это последствия того же. Я не отказываюсь видеть свою вину в том, что я работал профессионально. А почему, собственно, я должен был работать непрофессионально? Каждый из нас хочет работать хорошо, делать свою работу хорошо. Я ее делаю хорошо. Но не возникает ли, продолжает Сандра, желание исправить как-то содеянное? А это можно исправить вообще? А как исправить? Что исправить? Что исправить? Конечно, как можно исправить какие-то неправильные решения десятилетней давности? Это не только Путин. Даже Господь будет не мое. Потому что в собачке была лучше обращенность. Как-то сделать это можно кому-то? Я думаю, что теперь, в нынешней ситуации, это может сделать только власть. А вот эта вот оппозиция, которая все время говорит, то она есть, то ее нет. То хорошо бы она была. И вот тут еще комментируют, что Путин верно отметил недостаточное желание оппозиции бороться за власть. Да, вот здесь есть вопрос, а с кем ты, папа, ты разговариваешь? Значит, где это ОНО, которое недостаточно хорошо? Координационный совет? Ну, я не хочу в нынешней ситуации обсуждать это действительно жалкое явление, ну, просто потому что многие люди под ударом. Навальный. А Навальным, как бы гуманно, в общем, высказался Путин, посмотрим, что скажет генеральный прокурор. Нет, ну, а если серьезно, если от генерального прокурора от страницы, на секундочку, ну, вот один из персонажей, да, вот реальный человек, который даже говорит, что он хочет баллотироваться в президенты, что ему мешает? В чем его вот такая вот никчемность по сравнению с людьми, которые сидят в администрации президента? Мешают, естественно, им мешают люди, сидящие в администрации президента, потому что они... отчасти вопрос, боятся ли они на самом деле его или боятся начальника? Думаю, в основном все-таки начальника. Вряд ли Навального боятся. А начальник Навального боится? А начальник в своем стиле играет. Играет. Он же вышел на тот уровень, где может вести такую как бы игру на нескольких досках. Он, я думаю, играет. Вряд ли он его любит. Нет, ну, насчет любит тут вообще речи не идет. В политике. Да, в политике любой же плохо. А вот я думаю, что он потерял предмет действия. Это проблема. Путин потерял тот предмет, который 10 лет назад у него был. У него было представление, что надо делать, ясное довольно. И его вот эта маневренность, которая сегодня уже выглядит просто как артистическая, тогда была политическая маневренность, ему действительно надо было маневрировать. Но сегодня я не вижу, где предмет, говорят, вот о чем шла сегодня речь на прямой линии. Речь шла о власти? Нет. Речь шла об улучшении управления страной? Нет. Речь шла о презентации самого Путина. Возможно, почему не поставить такую задачу? Четыре часа трудновато, правда, но все-таки. Но этого же тоже не было. Не было уже середины, мы видели очень усталого человека. Какой здесь выигрыш. С Сердюковым, что непонятная тоже тема. Вот ответ, я думаю, Путина не поймут именно те, кому он хочет быть сейчас близок. А вот кому он хочет быть близок? Я пытаюсь понять, а это не могу понять. Вот он ищет, как бы, утерянный вот этот грааль, утерянный предмет власти. И вот того человека, которым он может разговаривать из народа. Он же народ, народ. Вот сегодня. Народ. Четыре миллиона вопросов. Вот он народ. Молодец, Павел Захарченко. Молодец. Ну где этот Павел? Давайте его в Москву, может быть, сделаем его преньером. Или фельдшер. Ну, это фельдшер. Ну, это фельдшер. Проходили эту историю, Глеб Олегович, она тоже не работает. С господином Халманских мы проходили. Вот он пришел, увидел народ, взял первого, который понравился. Господин Халманский, герой труда. Герой труда. У нас, я думаю, что, вот не заблуждается ли Путин? Может быть, у нас большинство это герои досуга, а не герои труда. То есть, на них надо работать? И правду не двигать? Потому что, что такое сырьевая экономика? Сырьевая экономика это экономика досуга. В общем-то, говорят. Конечно, он по-разному устроен, по-разному комфортен на разных уровнях. Но все-таки, всюду это досуг. Вот, когда люди находятся в состоянии такого тяжелого, неизлечимого досуга, беспробудного, я бы даже сказал. Сегодня, кстати, об этом тоже были сказаны крылатые слова. Они могут, взяв, значит, эти самые попкорны, устроиться и слушать это 4 часа. На самом деле, мне страшно. Мне страшно. Задержало обидно. Знаете, я сейчас сильно других взглядов, чем Миша Леонтьев. Но Миша-то спросил у президента не про сланцевый, не про стоимость сланцевого газа, а спросил у него про адекватность господина Миллера. Он же, там был ясный вопрос, но Путин ушел в более, как бы, научно-фокулярную тему. Да, более научно. А действительно возникает вопрос. Много, что делают все эти достойные люди, значит, сказать. Я думаю, Путин, Путин, наверное, не решив, так и не решив этот вопрос, сдался. И у меня ощущение, что сегодня президент как бы сдался и ждет, что кто-то, может быть, ему, вот этот самый неизвестный Павел Захарченко, может быть, придет откуда-то из глубины, значит, сказать, и как ты их. То есть, он действительно взывает, приди же сильный лидер, прибыли меня отсюда. Нет, нет, не его, нет, почему же его, этих вот, этих, этих. Помоги мне, помоги, а я не могу, да. Да, у меня очевидно, что он, здесь он, в общем, капитулировал. То есть, вот, интересуется тут, может ли Путин уйти, как Папа Римский, раз ему стало скучно. Даже Папа Римский, конечно, редко вообще уходит в отставку. Ну, вот решился. Принял такое решение. Войти, значит, в душу Ратсенгера. Ну, я думаю, что все-таки он нашел, не потому что ему стало скучно. А там, знаете, возраст и грехи. Ну, в нашем случае никаких проблем можно и на возраст списать, и на усталость, и на грехи, и на что угодно. Всегда человек внутри себя может найти себе грехи. Ну, вот, ну, Путин не нашел. Мы же знаем это, да, Путин не нашел. И вот мы видим, к сожалению, один за другим, вот эти новые, новые постановки, кстати, они все не закончены. Может быть, хорошо, что они не закончены. Это после модерния. Вот, значит, сказать, ну, они все не закончены. И с Сердюковым, борьбой против коррупции, значит, потом с болотной площадью, да, значит, даже с несистемной оппозицией Путин говорит, готов разговаривать. Правда, непонятно, где. Видимо, вот, когда она вся найдет свое место за решеткой, нужно посещать их Путин, может быть, он готов будет с ними поговорить, я не знаю. Но, на самом деле, все это с правительством точно Путин как-то разговаривает тяжело. Как он выразился, с правительством и с экспертами, причем эксперт, подчеркнувший эксперты, все-таки, даже ему интереснее, чем правительство. То есть, Путин, на самом деле, здесь есть здоровое начало. Путин хочет разломать этот круг, но круг, который он выстроил, который он одновременно держит. Это вот такая двойная игра, она ведет к большим напряжениям в человеке. Я не знаю, править страной уже трудно в этой ситуации. Вы вообще видите какой-то выход из этой ситуации? Естественный выход? Жить. Жить. Просто ждать. А стране? Либо и шаг умрет, либо по дешагу. Вот смотрите, правительство не работает, но ведь страна живет. И, в общем-то говоря, у нас все, может быть, даже и не так плохо. Что-то люди живут в регионах. Про многих даже министерство не знает, где они работают. Да. У нас, конечно, есть 2-3 проходившиеся крыши, но в конце концов это вот сейчас это будет решено. И вот это проблема. Понимаете, страна живет, какая, кто там? И Путин кто там? Что там происходит вообще? Но бессмысленно спрашивать это у людей вокруг. Ваша надежда на самоорганизационные места. Особое мнение Глеба Павловского. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго. Что есть, то есть.